В Сургуте прошли соревнования на пидбайках. Пусть они не носили характер официальных и профессиональных, на участие заявились спортсмены со всего округа. За прыжками с трамплина на маленьких мотоциклах наблюдала и наша съемочная группа. Марию Семенову с пидбайком познакомил ее молодой человек. Опыт вождения у девушки небольшой, занимается первый год и уже такой старт. Гроссовая трасса это не по асфальту прокатиться, требует она и особой сноровки и выносливости. Но Машу эти сложности не пугают. Просто давно хотела, просто никто не мог меня подтолкнуть на это. И занимаюсь, вот это первый год. Два раза заглохла, упала. Ну ничего, с мужиками, но нормально. Скоро девчонки, наверное, будут кататься тоже, я надеюсь. А пока Маша на соревнованиях единственная представительница прекрасного пола. Состязаться приходится с более опытными соперниками. Несмотря на то, что старты носят скорее показательный характер, в них принимают участие 20 спортсменов из трех городов Югры. Все зависит от уровня катания. Пока этот вид спорта достаточно новый и достаточно тяжело. Но люди потихонечку приобретают эту технику, все-таки проявляют интерес к ней. Безусловно, питбайк это не хромированный вальяжный чоппер или ревущий на огромной скорости спорт. И все же этот вид мотоциклов с каждым годом только набирает популярность, подкупая своей универсальностью. Катался на очень многом, я получил удовольствие максимально от этого. Все-таки вся база основы и руление и так далее, она все приходит в принципе с мотокросса. Поэтому очень интересно себя попробовать в этом плане. То есть как-то победить, выиграть, прийти первым. Собственно, это и предполагают любые соревнования. И победу в условном классе до 150 кубов одержал Сергей Лукин, один из самых юных участников. Во-первых, я занимаюсь мотокроссом, во-вторых, мне легко дается владение мотоциклом. Учебно нужно рассчитать скорость, на какой скорости выпрыгнуть с рамплина и когда начать оттормаживаться перед поворотом. Все победители получили грамоты, а организаторы надеются перевести соревнования уже на более высокий уровень и уже с официальным статусом. Дмитрий Подлесной, Рамиль Нуриев, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Еще больше интересного, любопытного, важного. Еще больше вашего доверия. Вашего доверия. Субтитры создавал DimaTorzok